В этом году в Гайдаровском форуме приняли участие около 15 тысяч человек. Это в полтора раза больше, чем в 2017. Давали рекомендации и высказывали свою, экспертную точку зрения. Для них 670 спикеров. Решили сконцентрироваться на докладах и открытых диалогах, которые, кстати, можно было наблюдать в режиме реального времени. Форум, он интересен, он полезен, он эффективен. То есть это решение тех задач, которые стоят сейчас перед страной и регионами. Это возможность общения, то есть, конечно же, площадка это в том числе для общения с коллегами, обмен как это практикой, опытом, знаниями, мыслями, идеями. Первой темой для обсуждения и одновременно одной из ключевых стало общественное здоровье. Инвестиции в человека, чтобы раскрыть его потенциалы, как следствие производительность. Вот основа сильной экономики государства. По мнению экспертов, при этом стоит вкладывать в образование и здоровье. За последние пять лет в России удалось сократить количество курящих людей и употребляющих алкоголь. На 40% увеличилось количество тех, кто активно занимается спортом. Параллельно удалось сформировать подходы к здоровому питанию. При этом Югра по общественному здоровью занимает в России одно из ведущих мест. А сбалансированность бюджета региона позволяет все больше инвестировать в систему здравоохранения округа. Самое главное, на мой взгляд, чего удалось добиться за последние пять лет, это системных подходов. Как в обеспечении доступности медицинской помощи, так и впервые в создании системы управления качеством медицинской помощи. Важной темой Гайдаровского форума стало госуправление. Было отмечено, что многоуровневость этой системы порождает проблемы внутри ее самой. Она неэффективна, а значит, неэффективно расходуются бюджетные деньги. Как пример, на федеральном уровне за исполнением государственной казны отвечают около 50 министерств и ведомств. Назрело время перераспределения полномочий. Мы, по существу, оценку полномочий, оценку полномочий в последний раз делали более 10 лет тому назад. Ситуация изменилась кардинально. Следовательно, надо снова провести инвентаризацию полномочий, чтобы понять, какие полномочия, сколько стоят. Я все-таки настаиваю на главном, прежде чем перераспределять полномочия, нужно понять, от каких из них государство может и должно освободиться с тем, чтобы снять нагрузку с юридических лиц и с граждан. И затем уже оставшиеся, и те, которые можно, по сути своей, вынести на государственных плечах, эффективно вынести на государственных плечах, разумно перераспределить между центром и регионами. В Югре эффективность управления – один из ключевых вопросов. В части решения – бережливое производство, а также открытость органов власти, привлечение населения к принятию и утверждению значимых вопросов. Например, даже назначение руководителей окружных департаментов проходит через общественное голосование. Так что нам есть о чем рассказать и на Гайдаровском форуме, и на других масштабных политических событиях, ему подобных. Дарья Давыдова, Сургут, Интерновости, при поддержке телерадиокомпании «Югра».